МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ах! Насморк! Добрый день, дорогие мои! С новой эфире первая самая прекрасная программа на телевидении Шит Парад. И я ваш самый-самый любимый телеведущий. Осёл. Сегодня в выпуске. Лина Милович, Ранима. Писня про то, как она ходила сраной. Торчилин, Белый снег. И, наконец, капл, Багамы. Люблю. Сейчас я у неё спрошу, была ли она на Багамах. У кого, спрошу, любопытно вам. А вот же она, певица и актриса Слава. Здравствуй, родная. Здравствуй, моя хорошая. Ты была на Багамах? Дай капутину. Ух, чё, какой хорошенький. Неплохой. Я мыл копыток. Ты щекотки боишься? Да, как же. Перестань. Какой дёрганый, я не понимаю, что это. Это от насморка. Нет, я не была. Поделишься? Да, конечно. Три-четыре. Умничка. Не, не была я на Багамах, не заработала ещё. Пригласишь? Дорогая моя, что ж ты сразу не сказала? Администратор. Я тоже такой мальчик. Два билета на Багамы после эфира. Улетаем мы. Сейчас мы улетим. На три-четыре. Хлоп туда. Ладно, что-то мы не о том. Давай клип смотреть. Давай, давай, я с удовольствием. Придут люди в пятнисто. Мы сегодня не на Багам, а в другое место отправимся. Итак, первый клип поёт сейчас Лина Милович. Я боюсь, что неправильно читаю фамилию, уж не обижайтесь. Я знаю Мила Явович, но кажется, она к этому клипу вообще никаким боком. В общем, это песня о том, как малый бюджет теле Пузиков до Куршавеля довёл. Смотрим. Самый чудный рассвет С милым вместе на яхте Я вся в лазуревом платье Я думаю, что ей нужно волосы, во-первых, покрасить, а не стену. Уже возраст не позволяет седые пряди. Уже, хорошо. Некоторые замазывают, а она себе спецом, типа, ну ладно, старые, а что скрывать-то? Я сказала. Во-первых, хочу обратить твое внимание на то, что это один из немногих низкобюджетных клипов. Обычно, ты знаешь, блондиночка какая-нибудь, у неё как раз денег девать некуда. Они берут камеру, едут на море, снимают всё подряд, включая блондиночку. Здесь денег было долларов 10, поэтому, видишь, Куршавель, это важно, построили прямо на сцене ДК имени колхозника. Где-то в Подмосковье, видимо. Зато, смотри, сколько у неё мужиков. Подтанцовка шикарная. Ты же знаешь, недёшево строить такие. Я тебе скажу, подтанцовки из тех же гастарбайтеров. А потом практически весь магазин лыжный они отоварили. Я думаю, взяли на прокат на 30 минут. Думаешь? А вот это движение, кстати, было очень круто. Хорошая, прям Дженнифер Лоббас пошла. Вот тех гастарбайтеров, которые, видимо, дома у Лины красили стены, попросили подтанцевать. Чуть-чуть к небу поближе Верь мне, не подведут С неба я ночную звезду Принесу и подарю Прекрасной Обрати внимание, вот этот кадр ничей не напоминает, как она стоит с лыжами. Нет. А, нет. Точно, умничка, троец простоквашина. Молодец. Если б не было зимы в городах и сёлах. Красавец. Ну, видимо, это... А, вот, подожди. Это фишка сейчас такая была. Да, да, это всё... Значит, смотри, песня о любви. Так-то, а что ты серьёзно? Весь самый чудесный рассвет, с милым на яхте, я в платье. А на самом-то деле они идут грабить обменный пункт. Денег на обменный пункт, на постройку не хватило. Поэтому они ограничились надписью на стене, сейчас увидишь. Эксчендж. О! Я с одной морскую звезду Принесу и подарю Прекрасно ранее. Смотри, видишь? Причём сама дамочка, Лина Милович, не пошла грабить. Она благоразумно осталась сзади. А это ты понял, что обменный пункт, потому что на стене так написано? Написано, конечно. Самого пункта нет. Опа, смотри. О, специфект. Значит, два человека там кинули из ведра мусор. Это взрыв. Вот, 10 долларов. Всё. Они пытались сделать вид, что человек без головы. На самом деле головы видны, конечно. И сейчас, внимание, оказывается, это телепузики, которых дети, наконец, убили. Смотри на цвет крови, вытекающий из разорванных тушек. Ты понимаешь? Дети, наконец, грохнули телепузиков. Ура! Это типа был юмор, наверное. Но я смеюсь, значит, юмор удался. Это юмористический клип? Да, конечно. Лина, мы приносим свои извинения, мы не поняли. На самом деле этот клип случайно попал на наш канал. Мы перешлём его Регине Дубовицкой, и он будет иметь там успех. Ну что ж, следующая работа господина Торчилина под названием «Белый снег». Инопланетяне атакуют, и если бы все инопланетяне выглядели так же, как дамы из этого клипа, то и пусть они бы нас всех поимели. Смотрим. Белый-белый снег Объяснять ничего я не буду и жалеть ни о чём я не стану. Я, конечно, тебя не забуду, но, конечно, тебя я оставлю. Знаешь, как только я вот увидел первые кадры, сначала я не хотел брать этот клип в шит-парад, я хотел его отложить в свою коллекцию порно. Но тут появился господин Торчилин и всё испортил. Понимаешь? Он конкретно торчит. Белый снег у него присутствует всегда в кармашке, парочку грамм белого снега. Это инопланетянин. Судя по телу, кроме головы, это такой даже не робот-вертер, это какое-то Каспер доброе приведение просто. Слушай, девочки шикарные, конечно, это всё. Вот что есть, согласись, да? Девочки супер, да. Ну, кроме вот этой, конечно, она тоже приняла мнение, она там за барабанами стояла. С зелёными глазками просто шикарные. Опа! Опа! Не с тобой забываться ночами, Не тебя под венец мне вести. Так прекрасно всё было в начале, Но за всё то, что было, прости. Отлюбились с тобой, отгуляли, Отзвенела весельем весна. Чёрной пропастью нас разделяет Непонимание стеной. Ты смотри, если бы не было самого Торчилина. Да, вот в принципе он тут нахрен не нужен. Пусть бы торчал где-нибудь там за портопьяном. Наших малолетних зрителей хочется сказать, что вообще видеоряд содран, по-моему, с Питера Габриэла. У него было нечто подобное с такими же моделями. Да, да, был такой клип. Если не ошибаюсь. 85-89 год. А теперь хочу обратиться, собственно, к самому солисту. Я понимаю, если бы это была песня в стиле, скажем, шансон, с таким хрипловатым голосом. Ну, понятно, такие вот люди. Они обычно ещё, кстати, такие люди, что сам пишет текст, музыку, и считают, что они мега-гениальные. Я понимаю, если бы он пел... Становится депутатами Госдумы. Я думаю, что он реально какой-нибудь депутат, какого-нибудь края. Ну, смотри, как она это делает. Я даже не знаю названий такого. А видел, как она пальчиками клавиши щупает? Ну, видимо, на самом деле денег у него до хрена, раз такие тёлки у него в клипе снимаются. Белый-белый снег И только белый-белый-белый снег Как будто время на ладони стают Не понимая между нами грех Не понимая между нами тайну Любишь такие вещи? Я ценитель просто красоты любой Женской, мужской, звериной Опять же Ты же такое? Ну, а что ты думаешь-то? Спасибо господину Торчилину за эрекцию, последовавшую за его клипом У тебя эрекция была? Ну и хорошо Это бы нарушило некоторые, наш, постулаты Дарвина Если бы у тебя была эрекция Сразу после короткой рекламы Группа Капл И наша очередная непостоянная рубрика Новости шоу-бизнеса От Паши Истерики Как модно говорить Оставайтесь с нами Вот и закончилась короткая, как кастрация, реклама И мы продолжаем смотреть Точнее мы показываем А высмотреть Самую лучшую программу на телевидении Шейтпарад Я, как всегда, и сёл Рядом со мной очаровательная слава Которая не покинула меня Вот столь нелёгкий час Спасибо тебе, родная И мы продолжаем Твой сладкий Да А наш следующий клип принадлежит группе Капл Что переводится с английского как пара Ноя Сейчас я пошутил удачу Песня называется Багамы И действительно Вот у следующих исполнителей денег много Но когда все эти деньги спускаются в анальное отверстие Всё равно получается шит Как говорится, понос деньгами не завалишь Смотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Какие-то такие панк-рокеры в масках смешных, явно подснятая на концерте Бон Джови толпа. И вообще так круто все, да? Почти группа Лорди. И я сказал, опа, отличное видео, сказал я. Но тут появилась, собственно, группа капл, то есть пара, и все закончилось. Так что вы не обольщайтесь раньше времени. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 А я где-то видел уже это дерьмо. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какое хорошее начало. А сейчас такие пенсионеры будут, да? Вот график уже отличный. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот это, видимо, собственно, группа капл. И на этом... А у нас есть, типа, группа не пара, они решили сделать пару. Правильно понимаешь ситуацию. Да, ага. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А видишь, даже какие-то оперы в повороте, видишь, какие-то люди в шубах. То есть деньги, в принципе, есть. Даже нарисованные дары. Если бы все эти деньги отдать мне, было бы лучше, честное слово. Ну, я думаю, да, было бы веселее, по-любому. Нет, это какая-то жесть. Дети даже. Иди за, изо, дент, дент, денталяю, перед конечным летом. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Лай, лай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Которая Чикони сидит у кровати Девчонки и пиарит ей котлетки Жри, блин, глупая малолетка Ты скажи мне, что тебе надо Я тебе дам все, что ты хочешь Что же, девка, ты не жрешь Так молоденькой помрешь Жалко, конечно, девчонку просто Хотя я и сам не очень люблю слишком толстую Ну что ж, вот, собственно, на сегодня и все Мы закончили смотреть волшебные, замечательные клипы Вы на сегодня закончили общаться со Славой А я, кажется, только начал Потому что у нас вечер только начался Да, цыплая? Ух, мы сильные Так, быстренько заворачиваем эту программку Чмоки